В середине февраля на 4 дня бой стал центром притяжения спортсменов со всей Костромской области. Спортивные соревнования проходят в регионе каждый год. Наш город принял областную зимнюю спартакиаду в третий раз. Участвуют в соревнованиях традиционно все города, муниципальные районы и округа региона. Всего в играх приняли участие порядка полутысячи человек. Претенденты на победу соревновались в стрельбе, конькобежном и лыжном спорте, биатлоне и палеотлоне. Также прошли состязания для семейных команд. Для проведения мероприятий была подготовлена вся необходимая спортивная инфраструктура. 17 февраля на стадионе «Спартак» прошли соревнования по лыжным гонкам с раздельным стартом в классическом стиле. Среди женщин на дистанции 5 километров и среди мужчин на дистанции 10 километров. Участники соревнований подтвердили, что и зимой спортивная жизнь бьет ключом. У каждого спортсмена своя тактика. Кто-то говорит, что необходимо неравномерно распределять свои силы по дистанции, в какой-то момент помедленнее бежать, чтобы потом были силы на другой промежуток трассы. Я не первый раз здесь. Любой случай, спортивный вариант, меня это устраивает. Здесь прекрасно. Вы выступаете у нас с судьей только на лыжных гонках или еще где-то? Я еще лет не вариант обслуживаю. Есть такая дисциплина – пляжный волейбол. Вот даже здесь проводили, да? А пляжный волейбол вот здесь рядом, где дистанция проходит. Скажите, пожалуйста, сегодня лыжня как подготовлена? Исключительно хорошо. Женщины 5 километров, два круга, по 2,5. Мужчины 10 километров, 4 круга. Какие-то нововведения есть в соревнованиях? Программа пока повторяется то же самое, только единственное. Но борьба идет, люди меняются. Зачастую тертые калачи участвуют здесь. Я имею в виду в районах стараются люди, лишь бы поддерживать это все. Хотелось бы, чтобы молодежь выдвигалась в районах. Некоторые просто закрывают. Я смотрю, возрастные варианты, но все равно они молодцы. Примером являются здесь все-таки мужские и женские команды. Единственное, возрастные. У нас семейные соревнования семейных пар, команд. Городов с участием девочек или мальчиков. Вот там возраст ограничен. Детей. А родители, пожалуйста. Но не бабушки, дедушки, я так понимаю. Что пожелаете непосредственно всем участникам спартакиады? Задор, настроение хорошее. То, что связано с погодой и вообще с жизнью. Было, как его, в душе и в настроении всего населения. Чтобы был мир. Это важно. На дистанции 10 километров классическим ходом открыл тройку лидеров представитель Макаревского района Вадим Телешов. Второе место у Егора Смирнова, который выступал за Костромской район. И лучшим на этой дистанции был Сергей Артамонов, Нерехский район. Представители Буйского района в данных соревнованиях завоевали 16-е и 38-е места. Среди спортсменов, выступающих за города нашего региона, золото у костромяча Егора Грибова. Серебро своей команде принес буйский спортсмен Кирилл Корабенюк и бронзу на 10-километровой дистанции завоевал костромяч Денис Петухов. Настроение очень хорошее. Хорошая погода. Результатом, конечно, доволен. Все хорошо вроде сложилось. Второе место по городам. В принципе, неплохо, как и рассчитывал. Скажи, пожалуйста, как лыжня сегодня? Лыжня готова супер. Твердое покрытие такое. Палки не проваливаются. Скольжение на уровне. Спасибо сервисерам. Погода сегодня развела или нет? Погода нет. Ни жарко и ни холодно. Самый раз. Такая прохладненько, морозненько. Но все супер. Нашей команде желаю, конечно же, побед в каждом виде этих соревнований. Ну и участникам желаю также достигать высоких результатов. Ну и главное не победа, а участие. Нужно заряжаться энергией этой спортивной. Ну и общение также важно. Город Буя встретил нас очень хорошо. Тепло. Все очень нравится. Трасса хорошая. Хочется поблагодарить администрацию города Буя, тренеров города Буя, кто подготавливал трассу. И за такой теплый прием. Я уже давно приезжаю к Лом. Потому что, наверное, раз в третий получается. Ну, участникам пожелаю только стремиться выше, добиваться побед. Но побеждает всегда сильнейших, кто на это готов. В лыжной гонке классическим стилем на дистанции 5 километров среди женщин-муниципалитетов лидером была Юлия Корнева, Солегальческий район. Второе место завоевала Мария Шляхтинская, Костромской район. И замыкает тройку лидеров лыжница Красносельского района Карина Талатуева. Представительницы Буйского района в этой дисциплине завоевали 16 и 25 места. Среди лыжниц команд городов на 5-километровой дистанции классическим стилем в тройку лидеров вошли Ирина Рычкова, город Шарья, первое место. Второе место своей команде принесла Екатерина Нечапуренко, город Буй. Бронзу завоевала Александра Аникина, город Волгореченск. Было очень страшно. С утра стало страшно было. А так пришла, стартанули и все, страх пропал. А почему страшно? Ты ведь у нас участвуешь в таких соревнованиях и всероссийского масштаба. Страшно, потому что представляешь город именно у себя? Волнительно просто, да. Участники занимают шанс специально для этой спартаки. Одеваем спортагментарь. Готовы к качеству проверки. Как лыжня сегодня? Хорошая лыжня. Погода подвела? Ну, только если то, что холодно, а так все нормально, хорошо. Как участники из других команд? Настроены дружелюбно? Да. Поддерживаются друг друга. Скажи, пожалуйста, сегодня пришли тебя поддерживать девчонки, наверное, из твоей же команды, да, вместе с кем тренируешься. Насколько важно, что поддерживают свои землики? Ну, чтобы человек хотя бы, которого ты знал, находился рядом. Что пожелаешь всем участникам сегодняшней спартаки? Никогда не сдаваться, чтобы, даже если результаты не радуют, все равно не сдаваться, и надо до конца все. Поболеть. Болеть. За кого болели? За свою команду и за район. Так, скажите, пожалуйста, довольны вот результатами уже вот тех участников, кто сегодня пробежал? Очень. Насколько важно спортсмену, который принимает участие в соревнованиях, что пришли поболеть за него? Наверное, приятно, что их не бросили. Участники одеваем инвентарь, готовим палочки проверки. Ну, то вы тогда участвуете в соревнованиях. Для вас это важно? Да, очень. Вы чувствуете поддержку? Да. Что пожелаете всем участникам, непосредственно спортсменам нашей команды? Удачи. Хороших встречений. Хороших стартов, чтобы были победные финиши. В память о своем любимом теременере, Михине Александру Алексеевичу, я за район выступаю. За район выступали? За район выступали. С каким настроением сегодня вышли? Настроение, как всегда, боевое. Но без подготовки, конечно, тяжеловато. Но мы старались. Все, что смогли, все здесь выполнили. Сколько бежали? Пятерку. Пятерку. Классикой. Скажите, пожалуйста, как сегодня трасса? Трасса нормальная. Морозец, конечно, дал о себе знать. Немножко туповато лыжи шли. Но трасса гладкая. Раньше была она такая, как стиральная доска. А раньше очень хорошо подготовлена трасса. Но вы, в принципе, дальними своим результатом? Я довольна. Что пожелаете участникам? Ну, участникам воли к победе, силы духа и хорошего настроения. 18 февраля на стадионе «Спартак» прошла лыжная гонка свободным стилем. Мужчины и женщины, как и в предыдущий соревновательный день, бежали 10 и 5 километров соответственно. Среди представителей районов лучший результат на дистанции в 10 километров показал Сергей Артамонов. Нерехтский район. Как и днем ранее, спортсмен принес своей команде золото. Серебро на данной дистанции у представителя Костромского района Егора Смирнова. Замыкает тройку лидеров Алексей Павловичев, Калагривский район. Представители Буйского района в данной дисциплине оказались на 17 и 39 местах. Среди спортсменов, выступающих за город свободным стилем золото и серебро у лыжников города Костромы Егора Грибова и Дениса Петухова соответственно. Бронзу на данной дистанции завоевал Ильяс Ахмедшин, город Шарья. Среди представительниц слабого пола на дистанции 5 километров свободным стилем золото своей команде принесла Юлия Корнева в Солигальческий район. Серебро у лыжницы Костромского района Марии Шляхтинской. Бронза у Виктории Виноградовой, Нейский район. Представительницы Буйского района показали 23 и 30 результаты. Среди представительниц городов Костромской области на дистанции 5 километров свободным стилем лучшей была Ирина Рычкова, город Шарья. Второе место у спортсменки города Волгореченск Александры Аникиной. Представительница города Буя Екатерина Нечапуренко завоевала бронзу. Болельщики с азартом и эмоционально поддерживали всех спортсменов. И как говорят сами участники спартакиады, такая поддержка поистине бесценна. Расскажите нам, пожалуйста, зачем вы сегодня пришли к нам на стадион «Спартак»? Поболеть за город «Сбой» и Кострому. А с каким настроением вы сегодня пришли на «Спартак»? Хорошие! Переживаете за нашу команду? Да! Что вы желаете всем участникам? Чтобы они выиграли. Чтобы у них все получилось. А скажите, пожалуйста, для чего нужно заниматься спортом? Чтобы получить медаль. Первое место. Ребят, вы сегодня пришли на «Спартак». Зачем? Чтобы болеть. Поболеть за нашу команду. Переживаете за нашу команду? А что вы им пожелаете? Чтобы они выиграли. Ловкости. А для чего нужно заниматься спортом? Как вы думаете? Чтобы попасть в телевизор. Чтобы похудеть. Я пришел с классом поддержать спортсменов на нашей городской группе. И желаю им удачи, чтобы они пришли на первом месте. И всего их наилучшего. Вы сегодня пришли на «Спартак». Чтобы поддержать спортсменов. А скажите, им важно чувствовать вашу поддержку? С каким настроем вы сегодня пришли? С хорошим, с радостным. Что пожелаете им? Удачи. И чтобы игра была хорошей. Да, честной. Без всяких там подковок. Будете кричать, подбадривать? Да. Ты с какой целью сегодня пришел на «Спартак»? Поддержать бойскую команду. Чтобы, так сказать, придать им боевой дух, моральные силы. А вот как ты думаешь, спортсмен, который участвует в соревнованиях, он чувствует поддержку болельщика? Конечно, да. Насколько важно это? Максимально важно. У тебя кто-нибудь сегодня участвует в команде, ты знаешь? Ну, многие ребята знакомые. Болею за них. Что пожелаешь всем участникам, нашей команде, непосредственно всем спортсменам, кто сегодня приехал в наш город? Всем крепкого здоровья. Чтобы после этих соревнований не заболели. Удачи, успехов во всем. В спорте тоже. Пусть не бросают это дело и занимаются. 19 февраля на стадионе «Спартак» дан был старт лыжной эстафете. Эстафетная гонка очень непредсказуема. Здесь важны не только физические возможности лыжников, но и тактика, и командный дух. От того, в каком порядке бегут эстафеты участники команд, зависит очень многое. У кого-то больше сил, у кого-то опыта. Поэтому победа в эстафете – это не только скорость и сила, но и тактические действия. По словам спортсменов, передача эстафеты – второй по напряженности момент после старта. Именно тогда переживания за свой результат перерастают в беспокойство за результат сакомандника. До старта эстафеты всех участников проинструктировал судья. Он рассказал о том, как будет проходить гонка и как правильно передавать эстафету. После короткого инструктажа был дан старт. Лидерами смешанные эстафеты стали представители команды Костромского района. Второе место у лыжников Нерехского района замыкают тройку лидеров спортсмены Нейского муниципалитета. Спортсмены Буйского района показали 22-й результат. Среди команд городов в лыжной эстафете лидерами стали лыжники города Костромы. Серебро у представителей города Волгореченск. Им бронзу своей команде принесли лыжники города Буя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова